Ваш сон 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 тысячи долларов, пару слитков настоящего золота. Бреттон-Вудские соглашения привели к тому, что мерилом богатства всех государств становилось не нейтральное золото, как было во все времена, а всего лишь валюта одной из стран, а именно доллар США. Это привело к тому, что все деньги мира разом стали как бы второстепенными. Америка на протяжении большей части своей истории была страной третьего мира. В 19 веке и в большей части 20 века, во время Великой депрессии до Второй мировой войны, Америка не была преуспевающей страной. Это была страна, где был огромный уровень безработицы. Страна с повсеместным использованием детской рабочей силы. Страна, где был тиф и туберкулез. Это была страна с тяжелыми условиями для жизни. И только подписание Бреттон-Вудских соглашений привело к тому, что выросло потребление. Появились хорошо оплачиваемые работы. Надо ли после этого говорить, что экономика США начала пухнуть, как на дрожжах? Нарчик открывался просто. Если денег американцам на что-нибудь не хватало, им не обязательно было тратить на это собственное золото. Они просто включали печатный станок и рисовали себе денег столько, сколько нужно. Об этом мало кто знает, но единственным, кто отказался подписать грабительские соглашения о переходе на доллар, был Сталин. Именно после этого СССР превратился в изгоя и империю зла. Против Советского Союза были введены драконовские пошлины и санкции, многие из которых действуют до сих пор. Сталин прекрасно понимал, какие перспективы Советскому Союзу грозит включение в мировую экономическую систему на мошеннических условиях, которые предлагают Соединенные Штаты. Фактически замена реального продукта, золота, которое существовало в Советском Союзе и активно добывалось на резаную бумагу. Плюс огромное влияние на политическую систему, которую приобретали США. Впрочем, в истории с превращением доллара во всесильную валюту есть один малоизвестный исторический факт. Президент Франции Шарль де Голь, понимая, в какую кабалу американцы ввергли страны Европы, однажды попытался обменять обратно свои американские доллары, которыми владела страна, на золото, которое хранилось после войны в Федеральной резервной системе США. Требование было справедливым. Формально любой желающий имел право поменять свои доллары на золото. Но фактически, конечно, никто возвращать золото обратно не собирался. Американцы, как сказали бы сегодня, Шарля де Голя интеллигентно послали. И правда, менять золотые слитки на простые бумажки, которые американское казначейство может печатать хоть каждый день глупо. Слитки, хранящиеся в ФРС США. Но не тут-то было. То, что удалось генералу де Голю, у немцев уже не прошло. США просто отказались от своих обязательств по золотому обеспечению доллара, и немцы настаивать не стали. Не просить же им в самом деле защиты у Москвы. Американцы вовремя спохватились и де Голю дали обязательства с американской стороны на данную тему. А немцы не успели. И если бы немцы посоветились бы раньше, но потом немцы были в послевоенной Европе в неком подчиненном положении по отношению к американцам. Они не были этой стороны равноправным и великим союзем, каким была Франция. Америка – великая страна. Но мощь Америки – это не только деньги, которые умеют зарабатывать лучше других. Это еще и своеобразие внешней политики, отточенная до заоблачных высот цинизма. Обратите внимание, именно Америка сбросила на Японию атомные бомбы, хотя в этом не было никакой необходимости. Но сегодня Япония – ближайший союзник США. Более того, в России мало кто об этом знает, и, как говорится, слава Богу, но по опросам, большая часть молодых японцев сегодня искренне убеждена, что атомные бомбы сбросил на Японию Советский Союз. США – страна, которая глубоко погрязла в долгах. И это самый большой взрыв в истории человечества. И США с этим ничего не делает. Единственное, что я могу сказать о коллапсе – он случится очень быстро. Вместе из системы можно выйти только одним способом. Глобальная война, ядерная катастрофа. Это приводит в шок некоторых людей, которые думают, а что же будет с моими деньгами? Я говорю, а ваши деньги исчезнут. Мы все это время жили с чувством неуверенности. Все знали, что рано или поздно это случится. Но никто не знал, когда. И должен признать, мы даже не заметили, как все началось. И это действительно страшно. Ведь обычно банкиры понимают, что происходит. Но не в этот раз. Этот день начнется, как многие другие. Финансовое утро в Японии стало днем заката главной мировой валюты. Телезрители страны восходящего солнца с недоумением встретили новости о том, что иена начала неожиданно стремительно расти относительно доллара. Непосвященные могли бы обрадоваться. Но для страны, резервы которой хранятся в американской валюте, это стало началом катастрофы. Трейдеры в Сингапуре, финансовой столице Азии, первыми выяснили, что некие очень крупные инвесторы стремительно продают доллары. Из-за этого американская валюта, которую считали надежной, быстро теряет в цене. Большинство решило как можно скорее присоединиться к распродаже, которую давно ждали. Главный кредитор Америки – Китай. Резервы этой страны в долларах превышают астрономическую сумму в полтора триллиона. Китайцы предупреждали США о том, что обеспокоены их планами напечатать еще два триллиона необеспеченных денег. Но увидев стремительное падение американской валюты, Китай присоединяется к распродаже. Китай обвиняет США в безответственном поведении. Америка не сможет больше удерживать монополистические позиции в мире. Ху Цзинтао требует фиксации обменных ставок. Он заявил о контрмерах, которые предпримет Китай на политическом и экономическом уровне. Китайские менялые торговцы реагируют на события быстрее других и отказываются продавать за доллары даже сувениры. В тот день, когда это случится, кризис не затронет простого человека с улицы. Пока тот не запаникует. До тех пор, пока он не подумает, вот я сниму все свои средства со счетов и буду держать их дома. Если так решит сделать каждый, вот тогда начнутся реальные проблемы. Главы европейских стран обращаются за помощью к США и просят фиксации обменных курсов. Но получают встречную просьбу поддержать американскую валюту. Сделать это в условиях кризиса они не могут. Нет достаточных средств. Теперь, когда пирамида, построенная на доверии к доллару, рушится, Европа понимает, что ничего не в состоянии сделать. Регулирующие органы, пытаясь остановить панику, приостанавливают биржевые торги и международные переводы. В портах и вокзалах Европы на рейде остаются суда и грузы, за которые не могут заплатить ни отправители, ни получатели. Самая основная вещь – это доверие в кризисные моменты. На самом-то деле люди просто должны понять – все, что они имеют, все их сбережения, накопления – фактически этого нет в реальности. Богатство уже давно виртуально. Посмотрите, рынок товаров резко идет вверх. А это происходит только тогда, когда обесцениваются сами деньги. Так всего за день мир переходит в новую реальность. Доллара больше не существует. Этот захватывающий сценарий придумал и экранизировал голландский журналист Мартин Шинкель в 2005 году задолго до сегодняшнего финансового кризиса. После показа фильма «День, когда доллар рухнул» в Голландии многие ринулись снимать деньги из банкомата. Тогда, к счастью, массовой паники не возникло. Но сегодня слишком многое указывает на то, что описанные события – это сценарий наиболее вероятного будущего. Возможно, уже с завтрашнего дня. Финансовые системы сейчас, как сломанные часы. Они еще показывают правильное время дважды в день, но уже не работают. Для того, чтобы понять, насколько близко мы подошли к краю обрыва, насколько вероятно мировая катастрофа, надо вспомнить, как начинался кризис. Кризис, который начался в Америке и больно ударил по Европе. Это не картинка из бунтующей Африки или Азии. Это Греция. Жители страны, привыкшие к спокойному благоденствию, в ярости от того, что их заставляют больше работать за меньшие деньги. Благополучная до недавнего времени страна Евросоюза воспринималась всем миром как туристическая открытка и казалась островком благоденствия. Оказалось, что греческая мечта – это огромная долговая яма. Сегодня эта страна – долг, который в несколько сот миллиардов евро превысил ее финансовые возможности. Оказывается, пенсии и зарплаты, дополнительные выходные в Пасху, 13-я зарплата госслужащим и даже медицинские страховки – все это греческое правительство оплачивало в долг, который скрывало благодаря бухгалтерским манипуляциям. Правительства Европы собрались на срочное совещание по долгу Греции. Страна – часть зоны евро, и просто оставить ее наедине со своими проблемами нельзя. Поэтому премьер Греции выступает с успокаивающими заявлениями. У нас есть программа «Пакет решений», которая представляет собой устойчивый путь для Греции, устойчивое управление долгами Греции. Однако лидеры Германии и Франции боятся повторения долгового сценария с другими странами и предупреждают, что денег больше не будет. Мы хотели бы подчеркнуть, что не будем больше делать того, что сейчас делаем для Греции. Это исключение. Но эти слова президент Франции произносит, еще не зная, что следующим кандидатом на снижение кредитного рейтинга назовут Францию. Мы знаем, что недоверие рынков может привести к тому, что кризис перекинется на другие страны. Поэтому мы предприняли меры. Для Германии, Евро и Европейский Союз – основа благосостояния и мира. Оказалось, что Греция не одна жила в долг, и сегодня уже Португалия, Испания, Италия с трудом справляются с миллиардами обязательств и одна за другой бегут за помощью в Центральный банк Европы. Но даже там нет достаточных средств, конечно, если их не напечатать. Но на протяжении всей истории у всего мира оставался маяк финансовой надежды. Это Америка и ее валюта. Доллар был спасительной гаванью. Так было до 5 августа 2011 года, когда агентство Стандарт энд Пурс объявило то, что все и так знали, но боялись сказать. Мы меняем оценку надежности Соединенных Штатов Америки. Во-первых, по политическим причинам, которые мы полагаем того же калибра, что экономические. А во-вторых, из-за финансов Америки, которые уже слабы и будут слабеть дальше. Америка идет к банкротству.